Посмотрим на использование еще нескольких полезных действий Они нам помогут работать с элементами списков напрямую А не запуская бизнес-процесс из бизнес-процесса Это такие действия, как изменение элемента списка, создание элемента списка и чтение элемента списка Чтобы продемонстрировать примеры, я добавлю еще пару полей к нашему списку поставщики Сумма последней заявки И надежность Это у нас будет список и дадим здесь несколько значений Установлю одну из компаний и значение надежности Сначала я приведу пример использования создания нового элемента Например, у нас сейчас можно выбирать поставщика только из тех, которые уже созданы в системе Давайте дадим возможность после указать иного поставщика Для этого сначала добавлю параметр И тип у нас здесь как раз таки будет строка Потому что у нас еще никакого объекта нет Мы просто здесь будем указывать его название А дальше я добавлю еще одну ветку условия Тип у нас будет очень простой Если указан новый поставщик, то будем идти по этой ветке Что же мы здесь будем делать? Собственно мы будем создавать новый элемент Будем создавать у нас нового поставщика А название будем передавать из параметров Наш параметр новый поставщик Теперь мы должны также записать его в нашу заявку Откуда будет браться значение? Из результатов действия Вот наше действие создание нового элемента списка Оно нам возвращает айдишник Его мы и выберем Давайте запустим наш бизнес-процесс и посмотрим, что получилось Видим, что поставщик у нас прописался как новая компания Давайте посмотрим список поставщиков Вот у нас и появился теперь новый поставщик Депридим. 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 Продолжение следует...